Я сейчас посмотрела видеоролик, там девушка с парнем познакомились еще до войны. Он, по-моему, работал на автостоянке, а она, не знаю, учительница. Вот, ну он такой гарный, высокий, она такая симпатичная. И вот они за месяц до войны. И вот он 24-го числа, он записался в терророборон, а потом пошел воевать. Вот, и потом, значит, случилось, ну, прилетел снаряд в окоп, и ему оторвало две ноги, так? Вот, они еще не были женаты, они даже практически не, как бы, знали друг друга, потому что, ну, как бы, месяц до войны, а потом он воевал. Ну, то есть, ну, общались по телефону, так? Так вот, она больше за него замуж. У него нет ног, и она больше за него замуж. Я скажу больше, она больше за него замуж, она от него родила. В то же самое время россиянки, россиянки разводятся с инвалидами для того, что, в принципе, инвалид ей не нужен. Когда она может жениться опять заново и получить с мертвого большое, типа, как вы говорите, 5 миллионов, да, вы получаете. Понимаете? В Украине, в Украине такова любовь, что она, вот, даже когда вот уже вот человек и без ног, и, как бы, они друг друга еще так вот плотно не знали, но они сросли со временем войны, и она его выкахала, она его, как бы, помогла ему пройти через все, помогла, она его поставила на ноги. Не только протезы ставят на ноги, но и любовь. Она родила ему ребенка, она ходит рядом с ним, когда он делает свои первые шаги. Ребенок, как вы будете ходить, она будет помогать ему всю жизнь. Вот что штука украинка. Ну и что и ваши, ваши жены, которые продают. А я уверена, что у вас полно жен, которые вышли уже, наверное, 3 раза и получили 3 разных этих, как сказать, выплаты.